В 2007 году мой отец впервые купил себе паркетник. Это был Nissan X-Trail в кузове Т30. Тот самый Nissan, где в салоне приборная панель стояла прямо посередине. Топорный такой Nissan. Это была японская сборка. Автомобиль шел на автомате. После этого, откатав на нем три года и проехав 140 тысяч километров, он пересел на Nissan X-Trail T31 в самой топовой версии. И этот автомобиль мы купили за 1 миллион 200 тысяч рублей. Nissan X-Trail T31 начали уже собирать в России. Но мне автомобиль очень сильно нравился. Я на нем лично уже начал ездить. На автомобиле мы откатали 145 тысяч и без проблем его продали. Машина мне понравилась по всем своим параметрам. По внешнему виду, по интерьеру. На дворе 2019 год. Но я вам сегодня привел X-Trail третьего поколения T32 RESTYLING, который всему миру был представлен в 2017 году. Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу про этот автомобиль. Посмотрю на него с точки зрения бывшего владельца. И расскажу вам, что здесь действительно изменилось, а что здесь осталось на том же самом уровне. Поэтому присаживайтесь поудобнее и поехали! Прежде чем мы начнем, друзья, машинка свеженькая. Катализатор свеженький, запаха никакого нет. Парни, я вам хочу напомнить про организацию CAT-Utile, которая занимается скупкой и переработкой автомобильных катализаторов уже более 20 лет. Как вы знаете, любой катализатор представляет из себя финансовую ценность. Если вдруг вы думаете, где бы можно было бы заработать, работаете в каком-то сервисе и думаете, так, есть катализаторы, вот, друзья, через них вы можете поднять реально денег. У них есть специальный прибор, который показывает, сколько драгоценных металлов в привезенных тобой катализаторах. Друзья, простыми словами, все, что вам нужно, это найти катализаторы, доставить к ним. Они закупают от одного до бесконечности. Привозите к ним, вам оценивают и выплачивают тут же деньги. Минимально показывают полторы тысячи рублей. Максимум, это прям, когда что-то будет необычное, 35 тысяч рублей. В любом случае, я все контакты на них оставляю в описании. Если у вас возникнут вопросы, звоните, консультируйтесь с грамотными людьми. Вам расскажут, как можно зарабатывать сегодня на катализаторах. CAT-Utile, ссылка в описании. Парни, я начал, ну как актер, знаешь, такая легкая зарисовочка. Вышел из леса, рассказал предысторию. Друзья, на самом деле, давайте перейдем сразу к автомобилю, потому что есть что сказать. Многие люди сейчас говорят, что X-Trail, что Qashqai одно и то же по внешнему виду. И на самом деле, заходишь в салон, блин, вот когда рядом автомобили стоят, тут можно их различить, потому что вот этот побольше. Но вот так в потоке проезжают, порой смотришь, думаешь, что там поехало, непонятно по внешнему виду. С одной стороны, это нормально, потому что весь модельный ряд стараются как бы уравнивать, чтобы он был узнаваемый. С другой стороны, вот вспомните Т-31 кузов. Вот я вам сейчас его вывожу на экран. Тот самый автомобиль, который был у меня. Вот его же так любили. Такая была брутальная тачка, квадратненькая. Несмотря на то, что это паркетник, многие из нас называли его джипом. И когда у меня бать его покупал, я говорил, блин, все, на джипе катаемся. Огромные массивные рейлинги на крыше, как фонари, да, прожекторы шли. Всегда приедешь, парни выходят, что там у тебя? То есть была изюминка какая-то. Кашкай семейным тяжело назвать, потому что места в нем реально мало. X-Trail, ну да, вроде бы как семейный автомобиль. Ну то есть, как бы знаешь, это разделение прям вот мизерное получается. Что мы получаем? Теперь у нас идет диодная оптика, диодные там ходовочки. При этом у нас противотуманки остаются галогеновые. У нас идут парктроники. Базовая версия такого автомобиля начинается примерно от 1 миллиона 600 тысяч рублей. В нашем случае версии идет 2.5, Яндекс, цена его 2 миллиона 50 тысяч рублей. Ну, округлим до 2 миллионов рублей. Понятное дело, что в автомобилях появились все различные вспомогательные современные системы. Контроль занимаемой полосы, различные фишки вспомогательные, про которые, в принципе, мы уже знаем. Их перечислять не буду, потому что все, кто заинтересуется автомобилем, вы можете зайти на официальный сайт и все прям почитать, посмотреть. Меня, как бывшего владельца, на самом деле интересовало, что там под капотом. Скрывать не буду, естественно, заходил я на сайт еще до обзора, читал, смотрел, искал. Вот, обратите внимание, необычно сделана палочка держателя капота. То есть, опять-таки, там в автомобиле уже плюс 2 миллиона и палка идет. Нету пневмопора. В нашем случае двигатель 2.5 литра. Точно такой же двигатель, который был у меня 9 лет назад, получается. Здесь сейчас 171 лошадиная сила. Ранее было 169 лошадиных сил. Работает это чудо в паре с вариатором. И вот здесь я хочу немножко остановиться. Понимаете, вот вариаторы, многие боятся, многие недолюбливают. Но есть люди, которые выбрали Ниссан, и они вам будут с пеной у рта там доказывать. А зачем мне автомат? Вот вариатор, это же комфортно. Это же поменьше расход топлива. Ты передвигаешься по городу. Кругом пробки. Куда гонять? Ну, это они себя так оправдывают. И это те люди, которые уже смирились с тем, что они будут ездить спокойно. Значит, есть три версии двигателя. 2 литра, 2.5 и 1.6 дизельный. Это, скажем так, самая быстрая версия. Разгон паспорта здесь 0,100, 10,5 секунд. Хотя автомобиль стал тяжелее. Другая прошивка у двигателя, но тем не менее, 10,5 секунд. С вариатором, друзья, катаешься, но это не ощущается. То есть газ в пол нажимаешь, он поднимает обороты, все, орет, едет, ничего не происходит. Одни жалуются, говорят, вот у меня был там, особенно на Ниссан Тианах, ломается там по два, по три раза ломается. Я, например, на двух автомобилях откатал с вариатором. Это XLT31 и сейчас вот Murano. Там 160 тысяч, вроде какие-то были пинки, но пока ездил, то есть не встал. Хотя уже автомобилю почти 6 лет. Поэтому вариатор, я считаю, выбирать нужно тем, кто, знаешь, придерживается спокойной езды. То есть там сел с семьей и потихонечку поехал. Если же вы хотите погоняться, если же вы хотите заехать куда-то на бездорожье покататься. С одной стороны можно, но на вариаторе этого делать не рекомендуется. Кто-то где-то застрял у тебя, друг, нужно его выдернуть. С одной стороны можно, но на вариаторе этого не рекомендуется. Хочется покататься, да, газ в пол. С одной стороны можно, но на вариаторе это не рекомендуется. То есть, соответственно, понимаешь, тебе всем дают понять, что нужно ездить просто-напросто спокойно. И многие люди говорят, да нахрен, он мне не нужен, это Ниссан. Потому что есть кто? Есть ВАК. Есть Тигуан, где можно выбрать автомобиль, можно его чипануть. И запросто там кататься 6,5 секунд до первой сотни Понятное дело, кто-то скажет, да это вообще баласно, друзья Все мы разные, то есть кого-то осуждать нельзя Хочет человек там динамики Такая возможность есть на других автомобилях Здесь же, к сожалению, этого нету Но с точки зрения надежности к мотору вопросов вообще ноль Вот реально, просто ноль вопросов Ничего с ним не случится при должном обслуживании А вот к вариатору это единственный, скажем так, знак вопроса И если вдруг он сломается, когда автомобиль уже не на гарантии Если я не ошибаюсь, сейчас замену официального дилера там под 400 тысяч цена Ну 300-400 тысяч, то есть космос Естественно, не на гарантии вы будете его искать где-то на стороне Ну 1150-200 по идее обойдется вам Опять-таки, можно разные сервисы найти, которые вам сделают, отремонтируют Здесь я прям точную цену называть не буду За все время моего владения таким мотором к 140 тысячам произошла интересная ситуация Когда я начал заводить автомобиль, я слышал какой-то посторонний звук, такой цыканье от мотора Как-то раз я решил проверить масло, поднял щуп и увидел, что щуп сухой Он не то, чтобы там чуть-чуть масла, он вообще сухой Я офигел, я понял то, что блин, вот жесть, поехал быстрее масло доливать Тем не менее, никаких ошибок, ничего не вылетало Продал я автомобиль, когда человек приехал покупать Он знал все проблемы по автомобилю, а их на самом деле мало Это вот ступичные подшипники, но такие походовки И цена вопроса, ремонт, прям вот вообще мизер Он проверял естественно вариатор, чтобы не было никаких пинков и так далее Все, в общем здесь вот в подкапотном пространстве рассказывать не о чем Двухлитровый мотор там едет порядка там 12-13 секунд в зависимости вариатора либо механика И дизельный мотор идет тоже там примерно 11-9, ну 12 секунд Можно там чипануть, ну каких-то результатов из серии, что вы поедете быстрее 10 секунд Ждать не стоит, да и самое главное не забывать, что стоит вариатор И этим все объясняется, то есть тут говорить о том, о динамике не стоит Здесь лучше рассуждать с точки зрения комфортности, как она поедет там на дальнее расстояние Как он вас будет катать по городу Автомобиль весит 1660 килограмм Заявленный средний расход здесь 8,3 В реале расход здесь будет 10-11 литров смешанный Понятное дело, что в городе он может быть больше Какие плюсы у автомобиля? Клиренс 210 миллиметров Действительно хороший клиренс для такого автомобиля Раньше, когда автомобиль был более брутальный Многие выезжали на них в леса, в поля Там знаешь, даже были целые группы, где люди катались Несмотря на то, что вариатор, все равно лезли Сейчас же, не знаю, какого-то доверия на бездорожье По внешнему виду автомобиль не внушает, согласитесь Посмотришь на него, думаешь, чисто городской Однозначно, друзья, когда диодная оптика Покупаете новую тачку, каско делаете с франшизой Потому что вот оптика, там одна фара, там 1100 встанет в ремонте Ну не дай бог, ты куда-то вляпаешь, даже в забор въедешь Ремонт будет дорогой Подвеска у автомобиля Передняя, независимая, амортизационная стойка типа Макферсон Задняя, многорычажная Вот с одной стороны, знаешь, когда читаешь пресс-релизы Рассказывают, автомобиль стал мягче Вот у нас стоят 18-е колеса У меня были такие же И только у нас профиль был поменьше Здесь 225 на 60 У нас, если не ошибаюсь, был 225 на 55 Здесь машина, ну, возможно, стала чуть-чуть помягче Хотя мы выехали на бездорожье Я бы не сказал, что она прям сильно жесткая То есть, знаешь, какой-то, ну, баланс для паркетника пойдет В более дорогих версиях у вас появится круговой обзор У нас, казалось бы, да, 2 миллиона Я включаю заднюю передачу, камеры нету Я думаю, блин, что за фигня У нас только парктроники Но, отмечу, что все жалуются на вот эти вот круговые обзоры Почему? Ты вроде бы за него заплатил Денег это стоит Но на деле работает это просто отвратно Ну, серьезно Дисплейчик будет маленький Ты садишься, включаешь Ни хрена толком не видно Блок управления Он не вытягивает просто-напросто это изображение По сути, камеры-то вроде как хорошие стоят Та же самая история вот и с Маздой происходит сейчас Но изображение просто фуфел Последнее, что мы снимали, Mercedes S-класса Я понимаю, тачка там в 10 раз дороже Но факт в том, что там вот дисплей нормальный И изображение четкое Ты прям садишься И все тебе ясно и понятно Вот мелочи не имеют решающего значения Мелочи решают все То же самое и здесь 10 лет назад условно Все жаловались Я помню, на драйве сидел, читал Говорили, что за фигня Тачка вроде бы там дорогая Одна кнопка только авто подсвечивает Все остальные просто как заглушки идут То же самое осталось и сейчас Как и вот эта шайба управления полным приводом То есть вы можете выбрать режим, когда работают только передние колеса Авто поставишь, что он будет сам раскидывать Ну и блокировку Блокировка вам дает до 40 километров 50 на 50 То есть вы можете выехать и где-то там прокатиться Но она точно такая же Вот эти части, да, по интерьеру автомобиля Садишься, думаешь, блин, ну как это выглядит С одной стороны, вроде глянец Вроде бы должно быть симпатично Но я прекрасно понимаю, что там через тысячу, две тысячи Все это будет в ляпках, в царапках Пластик идет, вставочки под карбон Выглядит симпатично, но пластик Да и в принципе какие претензии могут быть Сзади Вот дверь в принципе открывается под хорошим углом То есть присесть в автомобиль удобно Но, друзья, я ростом метр восемьдесят шесть Если какой-то ребенок будет садиться Он вам пороги все из гвоздока Потому что он будет сюда наступать Место заднее сделано, как говорится По принципу амфитеатра О чем это говорит? Спереди мы сидим чуть пониже Сзади сиденья, они прям задроты То есть ты сидишь высоко Опять-таки спинку можно откинуть И с одной стороны, если усесться У нас нет панорамы, места достаточно То есть ты поехал куда-то на дальняк Тебе будет комфортно Вот покажи, пожалуйста Подлокотник Это отдельная история Открываем его У нас тут же появляется возможность Видеть, что происходит в багажнике Может быть это плюс, может быть это минус Вы решите тут сами Подогрева у нас здесь сзади нету Он присутствует, но включить можешь его не ты А водитель То есть там кнопка находится спереди Вот с одной стороны, смотрите Пластик, да, садишься Руку поставил, но неудобно Жестко А с другой стороны Если ты тут едешь какой-то кофе пьешь Не дай бог ты что-то разлил То есть все будет здесь на пластике Это будет проще помыть Возможно так руководствуюсь Потому что дети будут передвигаться Все-таки автомобиль больше позиционируется как семейный Если ты за рулем Жена, там ребенок сидит сзади Наверное будет достаточно Потому что багажничек здесь побольше Но в силу того, что кузов изменили Багажничек стал меньше Переходя к задней части автомобиля Вот пятница, серая такая пятница Серая тачка, немножко грязная Ну как-то выглядит, знаешь Вроде бы да, но нет Почему? 747 километров пробег у автомобиля Эмблемка уже облазит То есть дворник сняли специально Видимо где-то автомобиль тестировали Потому что там буксировочный трос лежит Вот смотришь Да как тебе сказать Сливается машина Я бы не сказал, что она прям выделяется В потоке Едет тачка Ну тачка и тачка Ниссан и Ниссан То есть такая, знаешь Стандартная машинка там семейная Прокатилась и все Объем багажника примерно 475 миллилитров Объем багажника 475 литров Но при этом Посмотрите сами Да, вот полку тут одну убрали Тут мое барахлишко, скажем так, лежит Да маленький багажник Покажи пожалуйста Вот одна лампочка Фонарик вот один Да? Ну что это за бред? Как бы Вот вы представьте Вот вы сейчас вечером приехали Да, какой-то на дачу Там или не знаю К дому у себя Вот сюда бы На крышку багажника Нужно Два фонарика Нормальных, белых И таким образом Ты встал У тебя свет падает И все видишь Ну почему это делают Знаешь Как им удобнее Не для людей Вот у нас же в России Что уже сто раз говорили Что нахер нам Вряд это не нужен Ну не любят его люди Не хотят На Кашкай ставят На X-Trail ставят На Мурана ставят Зачем вы его лепите? Вот если бы они бы услышали бы народ И сделали бы сюда Хороший автомат Да? Классический Если бы они доработали бы Систему полного привода Если бы они сделали X-Trail прям брутальным Как он был раньше С рейлингами на крыше Автомобиль бы сразу Стал бы интересен А так ну миллион шестьсот Да Можно найти базовую версию На тряпке с механикой Например в августе Прошлого года 2018 Топовую версию Забирали за один миллион Восемьсот тысяч То есть с точки зрения То что ты получаешь Полный привод На фаршированный автомобиль В принципе цена хорошая А присаживаясь в автомобиль С одной стороны Нас вроде бы встречает Новый интерьер Но с другой стороны Я вот подчеркиваю Отталкиваюсь от того Что было раньше С чем-то прямо здесь Вас удивить Ну невозможно Все фишки Функции Которые есть по автомобилю Уже давным-давно Применяется на других автомобилях Вот в нашем случае Например Изюминкой нашей версии Является этот дисплей Потому что у нас идет В версии Яндекс Где у нас вот Яндекс карты Большой дисплей Скажем так Вот эта часть Не знаю На любителя Как ты сделал Ну наверняка Там могут объяснять Что вот Линия волны Какая-нибудь повторяется С другой стороны Думаешь Блин Да как-то знаешь Ну несуразно То есть как-то Так простенько выглядит Что нравится Вот руль Руль реально просто бомба С точки зрения того Что он удобный Маленький Такой скошенный Сидение Вроде бы нормально Как обычно Там разрабатывали Совместно с НАСА Будет вам комфортно Ну что Время отправиться На тест-драйв Друзья Пока находимся На парковочке Где под навалило снежку Мы отключаем Курсовую устойчивость Мы включаем Полный привод И блокировочку Переходим в режим Д Поехали Я конечно понимаю Что со стороны Вы посмотрите Скажете Димон Я здесь на девяточке Да и собственно Так оно и будет Здесь можно на девяточке Проехать Здесь можно И на любом седанчике Одно скажи Что снега действительно Навалило нормально И поэтому Местами можно будет Цепануть Но в силу того Что у нас 210 миллиметров Это вот самый Идеальный пример Когда знаешь Ты приехал Вот как я люблю Говорить на дачу Заснеженный двор И попер Самое главное Что не перегазовывать Спокойно сидишь Сколько 2000 оборотов И катимся Плывем Мы выезжаем На дорожку Какой-то тут Товарищ пытается К нам сжаться Ну и вот О чем я говорю Да и собственно Чего Боятся и не любят все Когда нажимаешь В пол Поднимаются обороты И более ничего Не происходит То есть машина Орет И плавненько Плавненько Набирает скорость Ну вы понимаете Можно перейти В ручной режим Можно пытаться Имитировать там Механическую коробку Но все это Баловство Самое натуральное Потому что Быстрее машина Не поедет Ну и играться Какой смысл Вариатор Он и в Африке Вариатор Какие плюсы У автомобиля В силу того Что подвесочка Здесь интересно Настроена Она вроде бы и мягкая Но в тот же момент Ты дорогу чувствуешь То есть на машине Не страшно Понимаешь Перестраиваться Влево-вправо Ты ощущаешь автомобиль В тот же момент Вот мы сейчас едем 110 Сразу появляется Шум дополнительный У нас есть Контроль слепых зон Поэтому Когда я перестраиваю Все пищит А если включить В топовых версиях Контроль занимаемой полосы Там в общем Ты будешь ехать С движением в Москве Это постоянно Что-то будет у тебя пищать Мне кажется Это больше будет Напрягать Чем помогать Обзорность Очень хорошая Зеркала Вы сами понимаете Большие Сзади у нас Багажник То есть Такой все равно Чуть-чуть квадратный Тоже все видно Зеркало салонное Большое Вот удобный руль То есть Управление чувствуется Левее Пошел Правее Пошел Если не гоняться Да Не заниматься Вот этой ерундой Серией Там Газ в пол Газ в пол Ты будешь разгоняться Ты особо-то Мотор слышать не будешь Потому что Можно вот 3000 поставить У тебя машина Набирает скорость Но при этом Нет никакого Постороннего шума Весь шум Образуется только так Когда ты давишь в пол Вот Если ехать Согласно Скоростному режиму На нашем участке Разрешено 90 Ну вот Держим 90 Особо вроде бы Шума нет Тут опять-таки Включить музыку Сидишь комфортно Что-что Но посадка высокая Подлокотник на своем месте Он не регулируется Есть вот подлокотник На двери Можно усесться Маленько откинуться И поехал Вот опять-таки Куда-нибудь Знаешь В область уехать В Сочи Не знаю Там По миру поехать Попутешествовать По Европе Будешь кайфовать Ну действительно То есть Прямо знаешь Наговаривать на автомобиль Что он некомфортный Нормальный По интерьеру Друзья Ну каждый решает сам Я уверен Что кто-то скажет Да блин нормальный интерьер Чего вы придираетесь Другие скажут Да фу Там как-то все дешево Там некрасиво Страшно Тут выводы делаются самостоятельно На мой взгляд Так вот знаешь Скажем так Нейтрально Нехорошо Неплохо Среднее Мое личное мнение Что вот этот автомобиль Может подойти Как раз тем У кого уже есть супруга У кого Либо есть дети Либо вот-вот будут Кому не нужны Никакие понты Кому не нужно Ни перед кем Там выпендриваться Кому нужен паркетник Вместительный Чтобы можно было И в багажник Что-то положить И сзади сесть И чтобы была Какая-то надежность Единственное Что здесь остается Под вопросом Подчеркивает вариатор Со слов менеджера Основные продажи Сейчас идут как раз Кашкай И Nissan X-Trail Едем мы 60 Педаль в пол Задержка секундная Ну подчеркиваю Ничего Как бы грандиозного нету И вот главный вопрос Для меня Купил бы я этот автомобиль Честно говорю Нет Тот X-Trail Который мне нравился Нравился моему отцу Он остался вот в прошлом Это квадратненький Брутальный автомобиль На сегодняшний день Если бы нужда Была бы в автомобиле Подобного И сказали бы Надо брать Nissan Я бы больше Сделал тогда Выбор в сторону Кашкая Потому что для города Пойдет поменьше Да собственно Передвигаться можно Вот сколько мы Снимаем ролики Периодически просят Сними то Сними это Вот за Nissan X-Trail Прям буквально Единицы писали На самом деле Такое ощущение Как будто Этой машины Не существует Друзья Напишите обязательно Ваше мнение в комментариях Что вы думаете По этому поводу Как вам внешний вид Как вам интерьер Как вам техническая часть автомобиля Что вы думаете За вариатор Купили бы Не купили Катались на нем Не катались То есть Выскажите ваше мнение Очень интересно послушать Вот таким у нас Получился ролик Я считаю Что основную информацию Я до вас донес 10 лет прошло Года идут Время идет По большому счету Вроде бы все изменилось Внешний вид Другой Интерьер другой Полный привод Тот же самый Коробка Та же самая Двигатель Тот же самый Немножко доработано Другие прошивки В общем Друзья Ставьте лайки Ставьте дизлайки Подписывайтесь Обязательно на инстаграм Нашего канала Там всегда выходят Только свежие новости У меня на этом пока что все До новых встреч Всем Пока Пока Вариатор Шмариатор Вот она Смотри 30 Перестраиваемся Просто Ракетничек Пошла Пошло Нахер Делай Делай Пробуксовочка Все пацаны Уже соточка Оп 110 Вот это да Вот она Дурь где Сбрасываем Раз Два Три Просто БМВ ММВ Ауди Мауди На Куда Ты Куда Это 35 Почему я так Говорю Не знаю Это подчеркиваю Я еще еду на газу Если сейчас газ отключить Тачка просто еще сильнее будет пулять Я еще еду на газу Продолжение следует...